Но я напоминаю, что в группе ВКонтакте регулярно проходят сборы на новые SSD, после чего я их разыгрываю среди вас. Также не забываем про сайт ProSSD.ru, где я создал удобные сравнительные таблицы по всем SSD, которые были у меня на обзорах. Всем привет, с вами Давилыч и сегодня, наконец-то, долгожданный обзор на Intel Optane 900p. Это у нас SSD, построенный на чипах 3DX Point, и это должен быть просто невероятно бешеный, невероятно быстрый SSD. Ну а в чем же его плюсы, мы с вами увидим в обзоре. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей цене, но низкой не назовешь. Ссылочку для вас оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и решайте, нужен ли он вам вообще. Те, кто давно смотрят мой канал, на фоне давным-давно видели вот эту вот коробочку с надписью Optane SSD 9. Это SSD от компании Intel, построенный на чипах 3DX Point, на революционных, быстрых, и которые в корне прямо отличаются от работы NAND памяти. То есть, если у NAND памяти нам, чтобы извлечь данные, или даже не извлечь, наверное, записать данные, нужно сначала прочитать блок, найти нужную ячейку, считать с нее. Вот, чтобы перезаписать, нужно сначала очистить ячейку, а потом записать, то здесь все прямо точечно. Если нам нужен бит данных, мы забираем его прямо с нужного места. Никаких таблиц, ничего здесь для помощи, типа там DRAM кэша здесь не нужно. Здесь все работает куда быстрее. Если вы хотите более подробно узнать, как работает 3DX Point, то в интернет добро пожаловать. Лично я купил этот SSD, получается, 15 месяцев назад. Да, так вот много времени прошло, и я все никак не мог добраться до него. Почему? Ну, я думаю, ответ простой. Он просто стоит у меня в качестве системного, и я вообще никак не парюсь по поводу того, чтобы там что-то менять, удалять, делать. Да, я изначально сделал тесты на абсолютно пустом накопителе, когда он еще не был системным. Вы все это увидите дальше. Ну, и потом я, конечно же, вот недавно сделал тесты на этот SSD, уже когда он находится в качестве системного. И если когда он был пустой, тесты были на платформе Intel, то сейчас уже тесты были сделаны на платформе AMD. И на удивление, результаты на AMD получились выше. Я бы даже сказал, гораздо выше, чем на Intel. С чем это связано? Не знаю, не могу сказать, но вы все увидите. Что касается главного вопроса, стоит ли его покупать для домашнего ПК, я надеюсь, вы сделаете все выводы, и к концу видео я вам тоже все расскажу и поясню. Так что давайте сейчас сделаем распаковку, потом сделаем тесты, после чего я специально для вас лишусь гарантии на этот SSD. Мы его разберем и посмотрим, что находится внутри, а потом подведем итоги. Ну и, конечно же, стоит затронуть характеристики нашего SSD и подробно про них рассказать. Итак, объем 280 гигабайт 3DX Point память у нас, дата выпуска конец 2017 года, мой экземпляр февраль 2018 и скорость 2500 на чтение 2000 на запись. И вот такие вот интересные результаты по линейной записи. Рабочая температура максимум 70 градусов, ну это, конечно, дичь. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы вот такую температуру его разогреть. И ресурс, друзья, 5,11 петабайт. Это просто нереально. Гарантия 5 лет и в остальном все обычно. У нас PCI-30X4 на VME и поддержка аппаратного шифрования до 256 бит. Все, друзья, все рассмотрели, продолжаем. Упаковка накопителя Intel Aptan выглядит вот так, как вся, в принципе, продукция Intel, просто в обычной коричневой коробке. Тут даже определить, что внутри, практически нереально, если только вы не знаете, что означает вот этот вот код SSD PE21D280GASM. Вот только так вы можете понять, что находится внутри. Итак, упаковка закрыта у нас фирменным скотчем, защищающим от вскрытия, типа там, бла-бла-бла, не повреждать. Внутри своей мы найдем еще одну коробку, которая уже будет более привлекательна. Ну что, друзья, давайте открывать и давайте смотреть. Е-е-е, вот в такой вот пленочке, в пакетике. Давайте все это дело убираем в сторонку. Intel Aptan. Друзья, вы не представляете, какая приятная на ощупь коробка. Типа soft-touch покрытие. Просто нереально круто. Прямо балдеж. Итак, у нас есть вот такая вот штука, которая говорит, что у нас здесь что-то эксклюзивное лежит внутри. Связанное с игрой Star Citizen. Ладно, с этим разберемся чуть позже. Итак, Intel Aptan SSD 9. Везде. Так, одно и то же, одно и то же. На обратной стороне у нас уже более подробно указано, что здесь за накопитель. Это Intel Aptan SSD 900P и он в комплекте имеет переходник, кабель-переходник на M2. Итак, что мы находим внутри коробки? PCI-30X4 NVMe 2,5 дюйма, U2 SSD. Кабель для материнской платы с коннектором M2. Монтажное крепление, ты так понимаю, винтики. И мануал по гарантии, инструкции и прочее. Пять лет гарантии, друзья, все в этом роде. Итак, у нас имеются наклейки, две штуки, которые защищают от вскрытия. Здесь вот такая вот, здесь у нас со всей информацией. То есть, здесь у нас указано наименование нашего SSD. Здесь у нас указан объем. И если посмотрим, дата производства, друзья. Дата производства 18-й год, 25 февраля 2018-го года. Сейчас конец 19-го. И, друзья, этот SSD попал ко мне в руки. Видимо, по этой причине на него был хороший дисконт. Какая мне разница, когда он был произведен. Самое главное, что все работало. И все работало быстро. И самое главное, конечно же, цена сделана. Все это дело в Тайване. Ну что, друзья, давайте вскрывать. Давайте смотреть, что же, что же. И какой там SSD нас ждет. Все, друзья, готово. И пошло. Пошло, друзья. Все, открываем. Вот здесь у нас с вами ключ. Здесь у нас с вами ключ на корабль. Но ключ этот у нас никак не спрятан. Поэтому, если интересно, пользуйтесь. Какой-то корабль вы, друзья, все-таки получите. Если вы играете в Star Citizen. Все, друзья, это нам неинтересно. И давайте перейдем к нашему SSD. Вот так вот хорошо, красиво, дорого и качественно он у нас лежит. Офигенно тяжелый SSD. Толстый, друзья. 15 миллиметров в толщину этот SSD. И, блин, полностью металлический. Полностью. Это у нас, я так понимаю, алюминий. И вот так вот он выглядит. Так, давайте накрепитель пока уберем в сторонку. И посмотрим, что же ждет нас внутри. Так, здесь у нас ничего больше нет, друзья. И вот, 4 винта крепления. Информация по гарантии. И все, друзья, больше здесь ничего. Но давайте перейдем к нашему переходнику. И посмотрим на него, друзья. Так вот он интересно запакован. Без каких-либо, не знаю там, без ничего. Все, друзья. Вот наш разъем. Разъем U2. Вот разъем питания. Дополнительно нужно будет подключать. Ну, а здесь в таком вот виде у нас скрыт разъем M2. Который будет подключаться непосредственно к материнской плате. И самое интересное, друзья, что если мы посмотрим, то посмотрите, какие-то пятна, грязь на переходнике и так далее. А стоит этот переходник немало. Даже если вы будете смотреть на Алиэкспресс, подобный переходник обойдется там в районе 2000 рублей. Но это Intel. И вот как можно было так некачественно сделать снизу. Да, сверху претензий нет. Все красиво. Но снизу прямо жесть. Ладно. Убираем все это дело в сторонку. И давайте вернемся к нашему SSD. 900p Intel Aptan. Супер. Качество чувствуется прямо вот сразу же. Как только в руки к нам попадает данный SSD. Итак, вот наш разъем. Разъем очень похож на разъем SATA. Но сразу отмечу, что это не так. Потому что контакты здесь есть везде. Как вы можете посмотреть. И также контакты есть полностью по всей длине сверху данной планки. И вот это и есть у нас U2 интерфейс. Что касается обратной стороны. У нас имеются вот такие вот ребра. Ребра для охлаждения, я так понимаю, сделаны. Потому что накопитель должен греться. Он будет греться. Но мы с вами все это еще проверим. Итак, имеются две наклейки. Наклейки у нас защищают, я так понимаю, какие-то винты или что-то еще. Потому что здесь указано, что если мы их снимем, то лишимся гарантии. Итак, указаны все сертификации PCI-Express, NVMe, Intel, бла-бла-бла. Ну а снизу указан производитель, модель, полный код модели, объем 280 гигабайт, сделано в Тайване и серийный номер. Все, давайте подключим его и перейдем к тестам. Накрепитель Intel Optane 900P. Объем 280 гигабайт у меня установлен. И давайте перейдем в управление дисками и посмотрим, что же из себя. Так, вот он наш накрепитель. Он определился. Чистый объем мы получаем 260,82 гигабайт. И давайте создадим простой том НТФС. Отформатируем его. Все отлично. И приступим к нашим тестам. Первым делом, конечно же, это будет CrystalDiskInfo. И посмотрим на наш SSD. Вот он, наш Intel Optane. Количество смарт-параметров у него здесь небольшое. Что касается записанных, прочитанных данных, абсолютно все по нулям. Число включений 3 и общее время работы 0 часов. Абсолютно новый накопитель перед нами. И абсолютно все у нас чисто и красиво. Температура нашего накопителя 36 градусов. И давайте приступим к тестам дальше. И эти тесты не совсем правильно будет проводить на накопителе, подключенном отдельно. Не на системном накопителе. Но я должен вам это показать. Итак, запускаем CrystalDisk Z. Выбираем наш Intel SSD. Все понятно. Но только указано, что это NVMe. И больше ничего здесь у нас, к сожалению, нет. Дальше. Запускаем CrystalDisk Mark. Выбираем наш SSD. Вот он диски. Абсолютно пустой. И запускаем тесты. Тест завершился. И как вы можете увидеть, цифры не особо-то и большие. Не особо быстрые. Потому что, если сравнивать с Samsung 970 V+, то здесь скорости ниже. Но, друзья, дело не в этом. Вся сила у этого SSD накопителя именно в случайной скорости. Как вы можете увидеть. 162 на чтение. 155 на запись. Что касается температуры. Температура подросла до 47 градусов. И если я потрогаю наш SSD, то он достаточно теплый. То есть, он теплый повсеместно. Причем, за счет того, что здесь у нас термопрокладки. Не термопрокладки, а имеется термопаста, которая отводит тепло на корпус. Ну что ж. 47. Для NVMe накопителя не такая уж и большая температура. Но, друзья, давайте продолжать тесты. И для сравнения, давайте запустим тест CrystalDiskMark, но уже на нашем системном SSD накопителе Samsung 970 EVO+, объемом 500 гигабайт. И вот, друзья, у нас сигнал прозвенел. Хотя температура нашего системного накопителя Samsung уже 78 градусов. 78 градусов. Теперь посмотрите на температуру нашего Intel. То есть, там была температура 47. Здесь 78, друзья. Ну что ж. Продолжаем смотреть. Продолжаем наблюдать за тестами. Тесты завершились. И давайте смотреть. Давайте сравнивать. То есть, если мы посмотрим на линейные скорости чтения и записи, то Samsung действительно в топе. Тут ему равных нет. Если мы посмотрим на самый последний параметр. То есть, по всему остальному, в принципе, примерно одинаковый SSD. Но если мы посмотрим на параметр случайного чтения, то здесь мы получаем 162 мегабайта в секунду. А здесь всего 40. И это, друзья, в 4 раза быстрее. В 4 раза быстрее, чем у на сегодняшний момент, пожалуй, лучшего SSD NVMe Samsung 970 EVO+. Intel Optane здесь просто нагибает Samsung. А для тех, кто не в курсе, именно вот эти операции, случайные операции чтения, максимально часто выполняются операционной системой. И именно это показывает, насколько быстро будет работать ваш SSD в системе. Ну, а теперь, друзья, давайте запустим SSD Benchmark и посмотрим, что же ждет наш накопитель здесь. Какую оценку он получит. И накопитель у нас получает 5754 балла. И это действительно круто. Это действительно топ. Но, опять же, отмечу, друзья, что это не самые максимальные баллы. Мы с вами видели и 7000, больше 7000, которые набирал у нас WD Black. Но здесь сила накопителя именно в случайном чтении. Давайте запустим утилиту по работе в различных средах и посмотрим. Ну, а здесь все у нас очень быстро. Так, дальше нам остается запустить AtoDisk Benchmark. И давайте смотреть, что нам покажет эта утилита на нашем накопителе E. Тут мы получили просто великолепные результаты. Накопитель вышел на максимальную скорость на 32 килобайтах. И это офигенно, друзья. Это очень быстро. Ну что ж, давайте свернем всю нашу синтетику. И перейдем к тестам на реальную скорость записи. Будем копировать папку. Рендер объем 26,7 гигабайт на наш SSD. И посмотрим, как он себя поведет. Ну что, стартует сразу же. 1,4, 1,5. Ух, 1,3. Топчик, друзья. Это очень, очень быстро. Давайте взобьем его полностью, что ли. То есть, сразу же, чтобы не было потом, ни у кого никаких вопросов. Вторая папка залетает. Тут уже у нас также 1,3 гигабайта в секунду, друзья. 1,3 гигабайта в секунду копируем с SSD Samsung 970 EVO+. То есть, здесь у нас скорость никуда не упирается. И мы получаем по факту, что вообще может из себя показать этот накопитель. Так, запускаем дальше. Аналогичная, друзья, ситуация. Аналогично. Все так же быстро. Как мы можем видеть, вначале у нас есть просадка, видимо, с максимальной скоростей. Но, друзья, какой здесь может быть буфер? Да, мне кажется, здесь его просто-напросто нет. А если есть, то он просто не успевает опустошиться, заполнится. Все работает очень быстро. Снова 1,3 гигабайта в секунду. И, блин, это реально офигенная скорость. 1,3 гигабайта в секунду. Это, друзья, очень быстро. Пятое копирование. Аналогично, друзья. Блин, это действительно топ. Это действительно очень быстро. Шестое копирование. Аналогично. 1,3 гигабайта в секунду. Залетает просто на ура. Седьмое копирование. 1,3 гигабайта в секунду. Ну и девятое копирование не отличается от других. 1,3 гигабайта в секунду. Смотрим, что у нас по накопителю. Свободно. 19,9 гигабайт. Давайте немножечко еще. Подзабьем наш SSD. Чтобы посмотреть, как он ведет себя в заполненном состоянии. И чтобы увидеть всю сущность Intel Optan, друзья. Аналогично 1,3 гигабайта в секунду. Все супер, друзья. Свободно. 2,6 гигабайт. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы провести еще один тест. Тест Crystal Disk Mark. Как вы можете увидеть, сразу после заполнения нашего SSD на 99%. Итак, друзья. Тесты подошли к концу. И как вы можете увидеть, с заполнением накопителя ничего с ним не происходит. Потому что это Intel Optan. Даже когда он заполнен на 99% и свободно 2,5 гигабайта. Что касается температуры. Температура у нас 53 градуса. Накопитель стал еще теплее, еще горячее. Я сейчас его трогаю. Прямо, да. Действительно. Ну, пока, друзья, рука терпит. Но, думаю, еще чуть-чуть. И держать уже будет в руках горячо. Ну, что ж. С этим мы тоже разобрались. И пора приступить к тесту AIDA. На линейную запись будем полностью заполнять наш SSD. И смотреть, что у нас будет по скоростям. Итак, выбираем накопитель Intel. Выбираем линейную запись. И давайте смотреть. Все данные сейчас в накопителе будут удалены. Ну, что ж. Где же, где же эти заветные высокие цифры. Стартует 1900 мегабайт в секунду на запись. И давайте наблюдать. У нас была какая-то просадка до 1830. Но это пока мелочи. Пока продолжаем наблюдать. Тест подходит к концу. Офигенные скорости. Минимальная скорость у нас. Опа. Есть скачок до 1758. А максимальная скорость у нас 1934 мегабайта в секунду. Все круто. Все быстро. Все офигенно. Тест занял всего 5 минут 24 секунды. Это объем 260 гигабайт. Чистых 260 гигабайт. На этом тесты не закончились. Сейчас я устанавливаю на него операционную систему. И снова пройдемся по нескольким тестам. SSD накопитель Intel Optane. У меня под системой работают уже 15 месяцев. И пришло время сделать заключительные тесты. Поэтому давайте запустим Crystal Disk Info. Вот он наш накопитель Intel. 39 градусов температура. 280 гигабайт. Записано у нас. 9 терабайт. Прочитано 11 терабайт. Число включения 1289. Общее время работы 2961 час. И это потому, что он системный. А системный накопитель всегда фиксирует полностью. Все время. Потому, что всегда постоянно что-то происходит. Ну а за контролем температуры. Давайте запустим CPU ID Hardware Monitor. Свернем все ненужные нам устройства. И будем следить и смотреть, что же у нас будет с накопителем. Ну и соответственно тест на накопители, которые заполнены 59%. Запускаем. Тест у нас завершился. И мы с вами получили 2750 практически на чтение. И 2260 на запись. Отличные результаты. Но вся фишка у нас, конечно же, случайного 4К чтения. И вот здесь-то у нас все показатели раскрываются. 225 мегабайт в секунду. Это просто недостижимая отметка для NAND памяти. Так, что касается... Давайте сравним с 970 EVO+. 48 или 50. Здесь у нас 225. Ну, линейной скорости, да. Не здесь, к сожалению, не такие высокие. Но и этого предостаточно. Что ж, продолжаем тесты. Хотя давайте посмотрим и сравним, что же было у нас на абсолютно пустом Intel Optane накопителе. Когда он использовался на Intel платформе. И как вы можете видеть, сейчас значение куда лучше. Прямо вот... Ох! AMD, видимо, тут у нас хорошенько поработали. И прирост отлично. Далее продолжаем тестировать. Это у нас AS SSD Benchmark. И давайте посмотрим, что же нам накопители покажут здесь. И накопители получают 5211 баллов. Да, это не супер топ, как на PCIe 4.0 SSD. Но это все равно очень высокий показатель. Даже для PCIe 3.0 SSD. Продолжаем тестировать. Давайте здесь мы выполним снова тест утилитой на копирование. И посмотрим, какие цифры у нас будут. Отлично, результат получен. Давайте сравним, что у нас было на копировании на Intel платформе. Даже какие-то... Ну, на абсолютно пустом накопителе, не системном. Даже что-то у нас было и побыстрее. Типа ISO, например. Отлично. Продолжаем тестировать. И следующий тест от TOTISC Benchmark. Давайте посмотрим. Тест у нас завершился. Отличные просто показатели. Отличный график. И тут все просто очень замечательно. Что ж, теперь давайте перейдем к нашему SSD. На котором у нас свободно... Такс... 105 гигабайт. Ну и по традиции скопируем папочку. Рендер объем 100 гигабайт с накопителя. Да и без какой-либо паузы будем выполнять копирование. Потому что для Intel Optane это не важно. Это не нужно. Так, 1.9 гигабайта в секунду. 1.8 гигабайта. В самом начале было 2.1 гигабайта в секунду. Отличный. Великолепный результат. Как вы можете видеть, Intel Optane у нас тут... Да, вот есть просадочка, но скорость обратно возвращается на 1.9. Что ж, великолепный результат показывает Intel Optane. Давайте посмотрим, что же будет у нас в конце по мере заполнения данного SSD со скоростью. Если скорость у нас никак не упадет, а я сомневаюсь, что будет падать, то нет смысла даже запускать на заполненном SSD Crystal Disk Mark снова. Но мы это все же сделаем. Такс, есть. До 1.5 у нас была небольшая просадочка. Отлично. Снова запускаем Crystal Disk Mark. И у нас накопитель заполнен на 98%. Ждем результат. Тест завершился. Давайте сравним с тем, что было в самом начале. Никаких изменений. Все абсолютно точно. Также на накопителе заполненном на 98%. И я не делал никаких пауз. Так, давайте удалим папочку Render. Все моментально удаляется. И можно снова продолжать тестировать, записывать, все что угодно делать. Тест ID64 мы, к сожалению, на запись сделать не сможем на данном накопителе. Потому что все-таки у нас это системное SSD, поэтому без него. То есть, есть у нас данные с первого теста, когда еще была система Intel. Ну и здесь, в принципе, по графику можно все увидеть, насколько здесь все у нас хорошо. Так что, давайте теперь разберем этот SSD, после чего подведем итоги. Ну а теперь одна из самых интересных частей данного обзора. Будем разбирать SSD Intel Optane 900P. И очень хотелось бы, чтобы винтики, которые крепят корпус, у нас были вот где-то здесь. Потому что сверху у нас здесь присутствует наклейка. Это все можно увидеть. И не хотелось бы лицевую эту наклейку отклеивать. Вот с этим, я думаю, будет попроще. Тем более, здесь как раз указано, что у нас, если мы отклеим наклейку, лишимся гарантии. Ну и здесь же у нас есть какая-то выпуклость. Я так думаю, это связано у нас как раз с крепежными отверстиями. Что ж, давайте нагревать нашу наклейку. И будем пробовать отклеивать. Я думаю, достаточно. И давайте попробуем. Отлично, аккуратненько. Блин, здесь пусто. Здесь точно ничего нет. Да уж, печально. Давайте теперь будем верить, что у нас, возможно, здесь где-нибудь спрятано. Но не хочу лицевую наклейку отклеивать. Но что ж, пробуем. Такс, отлично. Пробуем подковырнуть здесь. Здесь у нас уже наклеечка отклеивается не очень. Блин, здесь тоже ничего нет. Тоже ничего для нас интересного здесь не скрывается. Это значит, винты у нас спрятаны под вот этой вот лицевой наклейкой. И сейчас придется отклеивать ее. Блин. Так. Вернули назад наклейку. Ну и... Блин. Как же мне не хочется ковырять здесь. Но придется. Да. Тем более, она даже легко отходит. Я думаю, тоже достаточно. И теперь аккуратненько пробуем ее отклеить. Да. Винты у нас все скрываются как раз здесь. Так. У нас здесь особая головка шестигранная. Но я думаю, это не будет для нас препятствие. Все, друзья. Наклеечку пока уберем в сторонку. Она нам не понадобится в ближайшее время. И можно было ее полностью не отклеивать. Потому что крепится всего на двух винтах. У нас данная. Этот корпус. Теперь давайте подбирать необходимую отвертку. Для того, чтобы нам все это дело открутить. Так. Небольшой ход. Надо взять что-то побольше. Вот я вижу шестигранник. Идеально. Все, друзья. Момент. И мы вскроем Intel Optane. Сейчас, сейчас нужно. Убираем. Так. Понадобится. Пластиковая открывашка. Опа. Не повредить бы там ничего. Нет. Все, друзья. Вскрыт. Опа. Наш Intel Optane. Контроллер у нас находится с обратной стороны. Вот такие вот пеньки полностью металлические у нас здесь есть. На которые нанесена у нас термопрокладки. Это или термопаста какая-то специальная. Наверное термопаста. Все-таки. Потому что вот таким вот образом она у нас немножко оторвалась. Но. Нас же это не остановит. Нам нужно посмотреть на контроллер. А там у нас, как я понимаю, точно так же все. Приклеено к одной большой, что ли, термопрокладке. Потому что уж больно тяжело. Хотя нет. Опа. Вот, друзья. Таким вот образом у нас здесь выполнено термопастой. И, собственно, наш сам здоровенный контроллер. И куча чипов памяти. Чипов памяти у нас здесь 7. А здесь у нас их. И здесь тоже 7. 14 чипов памяти. Вот так вот выглядит внутренности Intel Optane. Что ж. Да уж. Да, это точно термопаста. Очень легко она собирается. Ну и вот такая вот. Такую маркировку имеет наш Intel Optane. Так. Что касается памяти. Что касается памяти. О, как она легко собирается. Не факт, что у нас обратно термопрокладочки, термопасты. Это корректно станет. Ну что теперь. Вот такая вот у нас маркировка на чипе памяти. Что ж. Давайте собирать обратно. Ну что. Вы все увидели сами. И первое, конечно же, на что вы могли обратить внимание. Это, ну да, это температура. Накрепитель не греется сильно. Несмотря на то, что он у нас быстрый очень. И достаточно хорошо нагревается. Но корпус сделан настолько хорошо для отвода тепла. Что прямо отводит офигеть, как все круто. И, соответственно, не дает контроллеру нагреваться. Что касается скоростей. Кто там сразу же скажет. Да он не быстрее там какого-нибудь топового PCI 30 SSD NVMe. Например, Samsung 970 TV+. Действительно, он нам в линейных скоростях проигрывает. Но вся фишка этого SSD это, конечно же, случайное чтение. То есть здесь у нас мелкие файлики, что использует операционная система. Считываются настолько быстро, сколько не может ни один другой SSD. На обычной там NAND памяти. TLC, MLC, SLC. Неважно. Optane тут просто лидер. Но, опять же, стоит задуматься. Ну, а что это вам вообще даст в использовании домашнего ПК? Я вам скажу так. Ничего. Я не заметил разницы, когда перешел на Intel Optane. Да, я думал, о, как быстро у меня все стало работать. Но это было все помутнение. Так скажем, рассудка из-за владения Intel Optane. Не зря же он стоит таких денег. Кстати, мне его удалось урвать 15 месяцев назад на распродажу поставщика по офиге какой цене. Там 11 с небольшим тысяч рублей. Когда он везде стоил 20. Сейчас же ценник 25, 30, 35. Это обычный ценник для данного SSD. И, блин, купив его в обычной домашней ПК, ничего кроме потраченных денег вы не получите. Он не будет у вас быстрее загружать систему, потому что система грузится быстро и на SATA SSD, и на NVMe. Разница там минимальная. Он не будет быстрее у вас гонять игры, загрузка игр и прочее. Все будет точно так же, как на NVMe. Даже если софт какой-то специализированный вы будете использовать, нет, друзья. Я проверил в Photoshop, я проверил в Vegas. Нет, разницы у вас с обычным ПК не будет. И поэтому тратить такие деньги, покупать его для дома, я не вижу никакого смысла. И то, что он у меня сейчас есть в системе, ну просто, во-первых, мне повезло его купить по такой цене. Во-вторых, ну я теперь даже не знаю, что с этой информацией делать. Нужен ли мне вообще этот Intel Optane? Нужно ли тратить на него такие деньги? За эти деньги лучше купите себе один большой SATA SSD или там NVMe и большой SATA SSD. И просто получите идеальную дисковую систему. Вот такие вот мысли, вот такие вот результаты вы получили. Если есть вопросы, если есть какие-то замечания, обязательно пишите в комментариях. Всегда стараюсь на все отвечать. Ну и, блин, SSD действительно крутой. Сделан качественно, максимально. Все учтено. Все работает быстро, но не быстрее, чем NVMe SSD. Так что на этом, друзья, все. Ставим лайк, подписываемся на канал. Обязательно вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И до новых встреч. Пока-пока. Но для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит этот SSD, сколько много стоит этот SSD, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Если вас все устраивает, то смело можете покупать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok